Разговоры о состоянии лодочной базы начали еще минувшим летом в разрезе обсуждения комплексной программы развития городского парка. Волна, практически ровесница озера, всегда была точкой притяжения для горожан и в советские годы, и сейчас. Озеро в парке широко используется для занятий различными видами водного спорта. Но пора расцвета, конечно, позади. Инфраструктура разрушена, но благодаря активистам и неравнодушным железногорцам ситуация постепенно выравнивается. Но есть задача, с которой активисты своими силами точно не справятся. Акватория лодочной станции сплошь усеяна опорами, на которых в свое время находились пирсы. Дерево пришло в негодность, бетонные и железные сваи тоже потеряли прочность. Нагрузку уже не выдержат, но в грунте держатся прочно, сдаваться никак не хотят. Ставили задачу в октябре попробовать демонтировать сваи. Пригласили наших коллег-строителей, привезли технику, буксовали тракторы, тянули тросами эти метрические конструкции. Не смогли ничего извлечь, потому что, по сообщениям местных жителей, эти сваи глубоко забиты в землю на 10-12 метров. Поэтому сейчас прорабатываем вопрос с водолазами, которые могли бы сделать подводную срезку прямо под уровень земли этих сваи. Потенциальный исполнитель этой непростой задачи на примете имеется. Есть, есть свадщики. У меня есть у нас один яхтсмен, он в Красноярске. У него фирма, как раз он обслуживает ГЭС, и все. Вот сейчас я хочу с ним созвониться, узнать, сколько это будет стоить. Возьмутся сделать сейчас. Отлично. Режем прорупи, начинаем работать. Летом, ну значит летом. Планируем финансирование и ждем благоприятный период. План простой. Будущим летом сваи быть не должно. Но пирс необходимо выровнять, все покрасить, посадить цветы, чтобы это было хорошее место для отдыха. Потом поиск средств, новые рисунки проектов и новое благоустройство. Пока наведение порядка. Слово пирсы для лодок могут быть и плавучими. Этот вариант также обсудили в ходе нынешнего выездного совещания.